Топливно-энергетический комплекс Димитровграда требует модернизации. Практически каждый месяц здесь происходят порывы труб. Жители остаются без тепла и воды. А на устранение аварии затрачивают миллионы рублей. Порядка 40 миллионов рублей на модернизацию, чтобы нормально выйти на первое начало отопительного сезона. И хотя бы безболезненно пройти здесь, отопительный сезон. А со стороны муниципального вызывания, минимум 30 миллионов рублей, и надлежатся средства, чтобы занялись основным порывом, основным тепловым институтом. Если в прошлом году на 1 января было 100 порывов, то сегодня на начало года уже 129, говорят эксперты. При этом в источники тепла в Димитровграде вложено около полумиллиона рублей. В ходе совещаний выяснилось, что необходимо еще столько же. А чтобы полностью закончить модернизацию теплосетей в городе Атомщиков, потребуется еще полтора-два года. В жизни обеспечения города нет денег. Такое ощущение, что весь этот огромный город, улица 100 тысячи, должен работать. И все хозяйствующие субъекты на то, что мы собираемся. Но моя позиция достаточно состояна. Это то, чтобы вы будете взяты на себя, в ходе джентльместских соглашений, обязательства и выйти на 13 модернизируемых котельных теплосетей, которые будут работать практически в безоператорном режиме. Таким образом, в систему теплоснабжения Димитровграда в текущем году вложат минимум 70 миллионов рублей. Большая часть работы ляжет на областное коммунальное хозяйство. В местный бюджет вкладывается модернизацию сетей теплоснабжения. Корпорация коммунального развития берет на себя модернизацию теплоисточников. Также корпорация примет участие в конкурсе на обслуживание сетей и систем водоснабжения Димитровграда. Все процедуры завершатся уже в июне. Вас с Рассадиной Мария Сафронова, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Из Димитровграда.